День родной страны каждый гражданин отмечал по-своему, а вот некоторые жители Ленинского района предпочли начать его со спортивной победы. Я сюда пришла, потому что сегодня День России, большой праздник, и по совместительству сегодня у нас в таком районе еще и праздник спорта, поэтому не могла сюда не прийти. Подобные мероприятия проводятся в нашем районе уже шестой раз, и год от года привлекает все больше людей. Сегодня их было более двухсот. Маршрут улицы любимого города. Заводскую улицу до Советской площади, потом поворачиваем на школьную, спускаемся до первой школы, поворачиваем налево к Металлургу, и вот через, по-моему, там новую улицу, называется Зеленый переулок, и финиш Металлург. Полтора километра до стадиона Металлург, именно там должен закончиться пробег. Безопасность дистанции обеспечивали сотрудники полиции и казачьи дружины. Этот забег тот самый случай, когда важна не победа, а участие. Окончание марафона стало началом другого спортивного мероприятия. По инициативе администрации Ленинского района, Олег Владимирович Хромов, у нас, скажем так, произошло взаимопонимание в развитии футбола, и у нас выстроена определенная система, в которой участвуют все органы нашей власти, и управление по спорту, и управление образованием, начиная с детских турниров и заканчивая взрослыми. Изначально турнир по мини-футболу задумывался как соревнование команд из Ленинского района, но любовь к спорту административного деления не знает. Александр со своей командой приехал из Раменского района Подмосковья. Мотивация проста. Во всех ребятах кипит стратик к футболу, любовь к футболу. Хочется показать себя везде, в каждом моменте, в каждом соревновании принимаем участие активно, потому что это, повторюсь, в первую очередь для себя является проверкой, каким-то опытом, и всем нравится играть в футбол. Ребята приехали не одни, с группой поддержки. Сегодня мы приехали из Ленинского района, чтобы поддержать наших парней, которые сегодня играют в футбол, потому что они самые лучшие. Эти соревнования – лишь часть турнира по мини-футболу. Результаты первенства среди команд Подмосковья будут известны в октябре. Игры можно посмотреть каждые выходные на стадионе «Металлург». Илья Кремнев, Данил Свидерский, Ольга Садовская. Видное ТВ.